В Елабуге состоялись 10-е международные цветаевские чтения. Впервые они прошли в Елабуге ровно 20 лет назад. На сегодняшний день это большой форум, который объединяет множество деятелей культуры из разных уголков России и зарубежья. Цветаевские чтения проводятся раз в два года и собирают ценители творчества Марины Цветаевой, современных поэтов, а также деятелей культуры и науки, занимающихся изучением поэзии Серебряного века. В Елабуге, по инициативе тогда главы Елабужского района, Шатровка, Атвича Гафурова, был открыт первый в России памятник Марине Ивановне и целый мемориальный комплекс. И тогда я еще директор школы, стоя в рядах среди всех елабужан на этом открытии, точно понимала, что за нами, за елабужанами сейчас огромная ответственность. И все эти 20 лет, поверьте, мы жили, безусловно, неся эту ответственность за историю, за культуру, за развитие нашего города и за сохранение памяти, конечно, великого поэта. В рамках форума состоялось несколько творческих встреч и пленарное заседание, где были озвучены 26 научных докладов, связанных с жизнью и творчеством Марины Цветаевой. Также прошло вручение 11-й литературной премии имени Марины Цветаевой в номинации «Цветаевский мемориал». Его обладателем стала директор музея семьи Цветаевых в Тарусе Елена Климова. Я благодарна необыкновенно Татарстану, Министерству культуры Татарстана, конечно, Елабужскому музею-заповеднику государственному, руководимому Гульзадой Ракиповной Руденко, гулятором Государственной премии России. Спасибо большое за оказанную мне честь. Традиционно мероприятие «Цветаевские чтения» посещают студенты и преподаватели Елабужского института Казанского федерального университета, знакомятся с современной поэзией и новыми фактами из биографии поэтов Серебряного века. Напомним, что мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Елабужского государственного музея-заповедника и Елабужского института Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова